Привет и добро пожаловать на лекцию. Здесь мы поговорим о том, какими бывают оболочки и остановимся на Bash Shell. В Linux есть много разных Shells. Здесь я привел несколько самых популярных. Born Shell пришел из мира Unix. Фактически этот Shell присутствует во всех дистрибутивах Linux. Также из популярных C Shell, Corn Shell, Z Shell, Born Again Shell, которые обычно называют Bash. Эти Shells различаются по своим основным возможностям. Стилистики команд, обработки ошибок, но все они имеют одну общую цель – облегчить взаимодействие между пользователем и операционной системой. Чтобы проверить используемую оболочку, выполни команду echo shell. Буквы в слове shell должны быть заглавными, а перед словом стоять символ доллара, поскольку мы собираемся заглянуть в значение переменной. Говоря за Linux, Bash, видимо, самая популярная оболочка. Это связано с богатством ее функций, таких как автозавершение и расширение скобок, которые недоступны, например, в Born Shell. Чтобы изменить Shell по умолчанию, использую команду chsh. Тебе будет предложено ввести пароль, а затем новое значение для дефолтного Shell. Чтобы увидеть это изменение, тебе придется перелогиниться. Теперь давай поговорим, какие приятные вещи для нас делает Bash Shell. Bash поддерживает автодополнение команд. Это означает, что Bash попытается автоматически заполнить остаток команды, если мы введем ее часть и нажмем клавишу табуляции. Это работает не только для команд, оно распространяется и на завершение имени файла или каталога, для аргументов команд, а также для их параметров. Это очень удобно, особенно при навигации по системе Linux. Нам не нужно запоминать или вводить полное имя каталога или файлов, просто введем первые несколько символов файла или каталога и нажмем Tab, чтобы вызвать функцию автозавершения. Еще в Bash мы можем установить собственные псевдонимы для фактических команд. В этом примере мы установили alias ut для команды Uptime, которая печатает на экране время работы системы с момента ее загрузки. После выполнения команды alias можно вводить команду ut каждый раз, когда нам требуется узнать Uptime. Есть полезная функция, реализованная командой History для получения списка ранее выполненных команд. Это действительно удобно при проверке, когда что-то пошел не так и мы хотим восстановить картину произошедшего. Этот список позволяет нам проверить команды, которые мы выполняли ранее. Итак, мы проверяли наш текущий shell, в котором мы работаем, с помощью вывода переменной. Мы вводили echo символ доллара shell и это было значение переменной. Точнее это была переменная среды environment variable. Но что же такое переменная среды? Переменная в любом языке программирования используется для хранения информации. В этом примере слово shell в верхнем регистре представляет переменную среды, в которой хранится значение типа оболочки, используемой пользователем. Чтобы указать, что нам нужно значение переменной, мы ставим перед ее названием символ доллара. У каждого пользователя есть набор своих переменных, расположенных в его сеансе. Они используются OS и приложениями для согласованной работы. Например, переменные среды хранят информацию о сеансе входа пользователя в систему, которая используется оболочкой при выполнении команд. Чтобы увидеть список всех environment variables, используй команду env. Как видишь, переменная – это пары ключ-значения, разделенные символом равно. Это не полный список, обычно и гораздо больше. Здесь есть уже немного знакомые нам вроде shell, term и path. Есть и неизвестные. По мере прохождения курса мы узнаем их больше. Чтобы установить переменную среды, мы можем использовать команду export. Допустим, мы хотим создать новую переменную среды с названием room и установить для нее значение 101. Используем команду export, а в аргументе пропишем пару ключ-значения room равно 101. Отметь для себя, что мы не ставим пробелов рядом с символом равно. Также для объявления переменной не требуется символ доллара. Он нужен при обращении к значению этой переменной. Это установит переменную в текущем shell, а также для любых других процессов или программ, запускаемых этим shell. Также можно назначить переменную без команды экспорта, подобной этому. Отличие в том, что область видимости переменной будет ограничена. Она будет доступна только внутри оболочки, а значение не перенесется ни в один другой процесс. Чтобы сделать эти переменные постоянными при последующем входе в систему или при загрузках, добавь их в файл среды .profile или .pem environment в домашнем каталоге пользователя. Мы можем узнать имя пользователя, от которого работаем с помощью environment variables. Переменные юзер и логнейм отвечают за это. Теперь давай поговорим о такой важной переменной как path, то есть переменной пути. Когда пользователь вводит внешнюю команду в shell, оболочка использует переменную path для поиска этих внешних команд. Чтобы увидеть каталоги, определенные в переменной path, использую команду echo path. Здесь мы видим действительно длинную строку, содержащую список каталогов, разделяемых двоеточиями. Если в переменной, отвечающей за путь, не определено местоположение команды или программы, выполнение этой отдельной команды приведет к сбою, поскольку shell не удастся найти исполняемый файл. Чтобы проверить, можно ли определить местоположение команды, используя команду .witch. Мы уже упоминали ее. В этом примере мы проверяем, сможет ли shell найти программу для создания инфраструктуры с названием Terraform. Если ты хочешь больше узнать, что это за программа, у меня на сайте Rotoracloud есть классный курс для новичков по Terraform. Как видишь, эта команда не показала расположение. Если сейчас запустить команду Terraform, то это приведет к ошибке. Команда не найдена. Это связано с тем, что путь к этой программе не определен в переменной path. Чтобы добавить его, мы можем использовать команду export. Наш исполняемый файл Terraform лежит в директории //opt//taraform. Запустим команду export path равно символ $path//taraform. В этой команде справа от символа равно мы добавили к значению переменной path новое значение каталога и двоеточие как разделитель, а в левой отравной части записали это обновленное значение в переменную path. Как только это будет сделано, мы сможем проверить еще раз, правильно ли установился путь с помощью команды witch. Сейчас мы не будем сильно углубляться в переменные, но на протяжении курса мы к ним еще вернемся. А сейчас давай настроим приглашение bash. После входа в оболочку bash мы видим строку внизу. Она называется приглашением bash. bash prompt. Она может представлять нам много нужной информации. Например, информацию о вошедшем в систему пользователя, об имени хоста и о местоположении в структуре каталогов системы. Сейчас приглашение показывает только текущий рабочий каталог для пользователя. Однако ты можешь настроить его так, чтобы показывать то, что тебе требуется. Например, его можно настроить для отображения имени пользователя и имени хоста. Это особенно полезно, когда ты сидишь на нескольких хостах одновременно через несколько терминалов. Такой вид приглашения позволяет сразу понять, на каком хосте ты находишься, чтобы быть уверенным, что выполняешь команды на нужном сервере. А откуда оболочка узнает, какое приглашение показывать пользователю? Приглашение bash устанавливается и управляется набором специальных переменных среды. Самая распространенная из этих переменных, на которой мы остановимся, это переменная ps1. Чтобы увидеть ее текущее значение, введи команду echo ps1. Здесь обратный слэш W объясняет оболочке, что нужно показать текущий рабочий каталог. Следующий за ним символ доллара является символом приглашения пользователя. По ссылке сверху ты сможешь узнать про основные переменные и параметры для настройки приглашения в bash. Давай теперь кастомизируем bash prompt, обновив переменную ps1. Bash отображает основное приглашение ps1, когда он готов к получению команды. Изменим приглашение так, чтобы оно отображалось как слово terraform server в квадратных скобках. Мы меняем значение ps1 на terraform server. Как только эта команда будет принята, подсказка должна немедленно измениться. Можно просмотреть ее новое значение при помощи команды echo. Приглашение можно дополнительно настроить, вставив несколько специальных escape символов с обратным слэшем. Вот здесь небольшая табличка наиболее распространенных. Давай воспользуемся некоторыми из них для нашего приглашения. Используя слэш d, слэш t, слэш u, мы можем вывести дату и имя пользователя перед символом собаки. После этого, используя слэш h и слэш w, можно отобразить имя хоста и текущий рабочий каталог пользователя. За ним следует символ слэш доллар, указывающий обычный ли пользователь или root. Для форматирования добавим символу квадратных скобок и стрелочек. Как видишь, символ приглашения поменялся на решетку, так как в данный момент мы находимся под пользователем root. В разделах справки есть полный список этих специальных символов, которые могут использоваться для настройки приглашения в bash. Ознакомься с ними. А как смотреть это справочное руководство, мы узнаем в следующей лекции. Жду тебя там!